Не глядяши на довольно морозное надворье и невельми высокую вероходность багатого улову, а матера у зимовой рыбалки на выдаемах шмат. Причим на березе знаходяца усяго некольки человек, усе остатнее на леде. Сюня готовь шиня у середнем колесе 7 сантиметров. Гэтага достаткова, каб вытрымаць вагу человека. Але гук, який чуюцца пачас вырыбу лунок, выкликая неадназначные почутцы. Удельники рейду раздаюць рыбакам памятки и знову нагадываюць, знаходяцца на выдаемах без специальных камязелек нельга. Яшы пажада намець вяроку и простасаванне, які дазволят зачапіцца залёты и трымацца на поверхні. Их можна вырабіць наваць самастойна, але шмат хто з рыбако правилами безпеки явно грэбуе. Межтым, увы, нюку нешаснага выпадку, для таго, каб выратавацца, у человека будзе ўсяго каля одной хвеліны. Асабліва, калі глыбеня выдаема, як ў гэтым выпадку, каля 10 метров, а температура воды мені 1 градуса. В перший момент, коли одежда не намокла, то есть воздушная подушка вокруг человека, у него ещё есть шансы первое время около минуты, несколько минут, в зависимости от того, во что он одет, то он ещё держится на воде. После чего начинаются судороги, очень холодная вода, и человек получает такой термошок и может уйти под лёд. Если там глубина большая, больше его роста, то он, естественно, уйдёт под лёд. Асабліва небезпечные тыі месцы на водаёмах, дзепыд і льдом ёсь ключы, цихуткая цячэння. Трапіць ў ваду тут вельмі просто. Прышым, калі дарослые яшчэ уявляюць абе махчыму небезпеку. Для дзятсей знаходжыня тут худшыў гульня, якая можа завершыцца трагедыў. У гомілі распрасавалю комплексны план па прадухілені нешчастных выпадкаў зудделам непауналетніх на зімовых водаёмах. Для ёго реалізація працягнули школьных настаўнікаў, супрасавнікаў асводы, міліцыі і вратавальнікаў. А прача таго пільна ўвага будзе надавацца работе з батьками. На першы раз іх папярэдзіць. Потым прымуць більш строгіе меры. А если со стороны родителіў мы не поймём отклика или понимания, то с ними будет продолжена работа уже в административном порядке на комісіях по делам несовершеннолетних вплоть до применения мер підусмотрів декретно-президент номер 17.